Когда переход станет более безопасным? На этот вопрос, который тревожил жителей по улице Лесная, поселка Береза, теперь есть ответ. Здесь, наконец, установили светофор. Это место уже не первый год является очагом аварийности. Как говорят местные жители, для водителей на этом участке дороги правила не писаны. Машины набирают приличную скорость и не всегда останавливаются. Светофор был необходим. Вы знаете, у нас очень много расположений территории такой, что дети входят с первого, с третьего, с четвертого квартала. И здесь у нас проезжая часть очень интенсивная. Машин очень много. Это объект школьного учреждения. Здесь у нас есть пешеходный переход, который будет оборудован светофорным объектом, который работает на солнечной электростанции, то есть работает автономно и не требует подключения к сети 220. Это очень удобно тем, что не приходится тянуть питание в местах, где его нет. Если нет солнечных дней, запаса мощности автономного комплекса хватает на неделю. Кроме того, такому светофору достаточно и просто светлого времени суток, чтобы подпитаться энергией. Более безопасным с точки зрения дорожного движения стал и поселок Мехзавод. Здесь у 156-й школы также установили дорожные знаки и светофор Т-7. Его применяют для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов. На этой неделе специальные светофоры Т-7 устанавливались в Красноглинском районе. Всего возле школ здесь планируется оборудовать 8 пешеходных переходов. Четыре объекта уже запущены, остальные в работе. В первую очередь эти светофоры помогут обеспечить безопасность пешеходов. Они работают на светодиодных лампах. Их видно в любое время суток и при любой погоде. Для того, чтобы привести в порядок пешеходные переходы, бюджетом Самары на этот год выделено 80 миллионов рублей. Все это благодаря муниципальной программе повышения безопасности дорожного движения в городском округе Самара, рассчитанной до 2020 года. Эта программа направлена и на решение проблем в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Места, где необходимо светофорное регулирование, определялись по анализу аварийности за прошлый год. Таких очагов выявлено порядка полусотни. Во всех местах работы, обеспечивающие безопасность движения, будут выполнены. В частности, возле детских учебных заведений появится свыше 20 светофоров. В рамках заключенного контракта светофорный объект не просто светофоры, висящие на столбе, это комплекс материал. То есть он включает в себя как сами светофорные объекты, так и установка дорожных знаков, установка дорожных ограждений в соответствии с ГОСТа. Это получается по 50 метров в каждую сторону от светофора и нанесение линий дорожной разметки. По Самаре будет установлено 35 новых светофорных комплексов, работы выполненные на трети объектов. К началу сентября установка светофоров и других средств организации движения возле школ будет завершена. С остальным объемом, предусмотренным контрактом, справится до окончания строительного сезона. Мэри Елчан, Николай Сидоров, События.